Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Как университетская клиника лечит пациентов? Театр птиц в стенах КФУ. Какой будет погода в августе? Университетская клиника Казанского федерального университета имеет различные задачи, но главной, как и для любой больницы, является лечение пациентов. Об одном из таких случаев мы расскажем вам прямо сейчас. Казанского федерального университета. Курдюшовой, которой был предложен органосохраняющий метод операции. У данной пациентки была симптомная миома матки, которая вызывала у нее нарушение качества жизни вследствие обильной кровопотери во время менструации, вследствие низкого гемоглобина. Соответственно, связано со всем этим проблем. Слабости, потери трудоспособности. И, соответственно, мы ей предложили эмболизацию маточных артерий и провели этот метод лечения. То есть, он был успешно проведен. Эмболизация маточных артерий – высокотехнологичный вид оперативного лечения, который позволяет без открытого хирургического вмешательства уменьшить доброкачественную опухоль. Мне был предложен такой вариант операции, как эмболизация маточных артерий. Весной прошлого года данная операция была проведена. При контрольном осмотре через почти 8 месяцев опухоль была почти в 4-5 раз меньше по сравнению с первоначальной. И уже появилась возможность ее удаления. То есть, в настоящий момент меня практически полностью удалили, насколько это было возможно. Цикл восстановился, кровотечения нет, гемоглобин в норме. Операция прошла успешно. Так, в гинекологическом отделении университетской клиники КФУ созданы все условия, чтобы прикрепленному женскому населению оказывалось необходимое лечение. В учреждении работает женская консультация, гинекологическое отделение, а также родильный дом. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. С 26 по 28 июля в Казани состоялся международный форум «Гуманитарная безопасность в современном мире. Вызовы и практики сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России». Все подробности осмотри далее. В Казани прошел международный форум, посвященный проблеме сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России. В его ходе были обсуждены основные тенденции сохранения памятников истории и культуры Центральной Азии и Евразийского континента. Обустройство Востока – тема нашего сегодняшнего разговора. Как найти ключи к тем сокрытым сокровищам, речь идет об опыте, духовном опыте. Как становились религии, как формировались очаги цивилизации на путях Великого Шелкова, который перетекал в Великий Волжский путь. В рамках конференции прозвучали доклады, посвященные созданию региональной подгруппы начинающей профессионалы, объединяющей потенциал России и стран СНГ. Тот опыт Татарстана, который на сегодняшний день имеется, он как раз является свидетельцем тех контактов, которые показывают взаимодействие как в период древности, средневековья, так и на современном этапе. Тем более, что Казанский университет в 19 веке и в начале 20 века являлся тем образовательным учреждением, который, по сути, работал на всю Восточную Россию и на Центрально-Азиатские нынешние республики. Валерия Муратова, Олег Апачаев, Универ-Ньюс. Впервые в стенах Казанского федерального университета выступил Театр Птицы. Более подробнее о мероприятии смотри в следующем сюжете. В Музее истории Казанского университета впервые был показан спектакль «Крысолов» по байме Марины Цветаевой, где актерами стали дети. Коллектив проделал путь из Ижевска и показал свое умение аудитории. Зрители с интересом наблюдали за прекрасной игрой артистов с необычным гримом на лицах. Изначально поэма была подготовлена для экзамена по сценической речи, однако так полюбилась и зрителям, и учащимся, что увидел свет полноценный спектакль. Айгуль Гемодиева, Адель Ваффин, Ленардо Влетьяров, Универ-Ньюс. Николай Лобачевский, выпускник и выдающийся ректор Казанского университета, память о котором увековечена во многих произведениях, живописи, графики и скульптуры. Но прижизненных изображений Лобачевского сохранилось немного. Фотографию одного из портретов, утерянного ранее, удалось получить ведущему научному сотруднику КФУ. Все подробности смотри в нашем сюжете. В настоящее время в архиве Парижской Академии Наук находится портрет Николая Лобачевского, изображение которого удалось получить ведущему биографу научного отдела библиотеки имени Лобачевского КФУ Павлу Георгиеву. Дело в том, что на протяжении долгого времени история портрета была неизвестна. Он считался потерянным. Мне удалось выяснить, что это за портрет. Я выражаю благодарность в этом отношении сотрудницы Парижской Академии Наук Марин-Изабель Джоффер, которая нашла этот портрет, сделала фото и мне его прислала. Вот таким образом мы можем увидеть, что это, в общем-то, известный портрет, сделанный незадолго до смерти Лобачевского. В газете «Гражданин» 1895 года сообщалось, что дочь Лобачевского Варвара Охлопковой передала в Парижскую Академию портрет отца. Приняв дар с благодарностью, Академия направила Охлопковой 500 рублей. Он был первоначально геротипом. Затем дочь Варвара сделала с него, видимо, там в углу есть отметка известного петербургского фотоателье «Рейнбот» и компания. И вот именно этот портрет находится сейчас в Парижской Академии Наук. Мы, в общем-то, видим, что достаточно хорошо Лобачевского знают. Парижская Академия Наук хранят этот портрет. Важно отметить, что под влиянием идей Николая Лобачевского были написаны многие произведения известных писателей. Например, роман «Два капитана» Вениамина Каверина. Мы знаем Лобачевского как математика, но мы, наверное, будет для нас откровением узнать, что идеи Лобачевского, они в клидовой геометрии также повлияли и на литературу. И многие писатели были проникнуты идеями Лобачевского. История Лобачевского в литературном дискурсе, как и подробности о портрете, описаны в электронной книге Павла Георгиева. Также сейчас к изданию готовится и бумажный вариант книги. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Пик лета прошел, но настоящая летняя жара так и не пришла в Казань. Стоит ли ждать серьезного потепления в ближайшее время? Об этом нам рассказал профессор Куфу Юрий Переведенцев. Последние дни июля ознаменовались для казанцев резким изменением погоды. Дневная температура воздуха не превышала 16 градусов. Чтобы узнать причину столь низкой температуры, мы обратились к профессору Куфу Юрию Переведенцеву. Резко понизилась температура, достаточно, я имею в виду, относительно нормы. Сейчас норма должна быть 20-21 градус среднесуточная температура. А у нас всего-то будет градусов, скажем, 12, то есть большая аномалия, большая аномалия, холодная аномалия. Почему так получилось? Вот в данный момент мы находимся в тыловой части вот этого циклона. И поэтому у нас неустойчивая такая погода. Бывает иногда порой ветра, метров до 9 метров в секунду. И солнце появится, оно исчезнет за облаками кучевыми и так далее. Тепла не стоит ожидать и в первые дни августа. Возможно, что такая погода продержится весь месяц. Это было сложным все тем, что мы находимся в вот такой большой ложбине. И к нам втягиваются все время новые и новые циклоны. Запад очень горячий, Западная Европа. Там рекорды устанавливаются, постоянная температура за 40 градусов. Сибирь горит, там Красноярский край тоже жара. А у нас так и должно быть в атмосфере. Когда там и на западе, и на востоке жарко, то у нас должна быть обязательно прохлада. Почему? Потому что у нас ложбина холода. И вот на этом стыке между жарой и холодом возникают часто атмосферные вихрины, которые называются циклонами. Эти циклоны сюда втягиваются. Они нам приносут только прохладу, осадки, порывистый ветер, неустойчивую такую погоду. Мы находимся в циклоне, поэтому такая неустойчивая погода с резкими порывами ветра и переменной облачностью продержится в Казани еще какое-то время. Айгуль Гемодиева, Адель Вафин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»